Мы долго думали, ставить ли в эфир сюжет, который вам сегодня предстоит увидеть. Изначально он не планировался для антитопора. В тихой, уютной обстановке, в гостях, за столом, как это принято во многих гостеприимных семьях, мы сидели и говорили. Говорили обо всем, но большая часть разговора и тостов, конечно же, за Орцах. За тех, кто прошел Карабах, за тех, кто остался в Карабахской земле. Не без этого. Ведь мы побывали в гостях у Федаина, именуемом в народе Павликом Манукяном или Павликом Апаранцией. Кому как нравится. С разрешением Федаина и с большими сокращениями мы представляем вашему вниманию наш с ним разговор. Словом, присоединяйтесь к столу в теплую домашнюю обстановку. Часто встречаетесь с теми, с кем проходили в Карабахскую бойню? Орбаку, по-шуку? Особо хорошо. Причи это совершенно хорошо. Словая маякка, Камбас, который под огромным мастерам, который, которые, 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 он был в Павлик. У нас есть очень скорость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не знаю, что я не знаю. Мы хотим узнать, в 94-м году, я знаю, что армянские отряды не были готовы к перемирию. Вот как вы восприняли эту информацию? Я знаю, что многие армянские отряды были готовы идти и дальше, до коры. Мы до сих пор это не понимаем и не понимаем. Мы не понимаем, что наши армянские отряды не были. Почему? Они просто так поставили. Это называется проверка связывания. Нация падает или есть, или существует. Ставhou еще раз. Это все. Но, если мы не узнавались, мы узнавались, что мы узнавались, что мы узнавались… Это, конечно, было революция, в которой было достаточно неравных войск, в какой-то раз церкви и по вашему мнению, у меня было несколько вопросов. Но в мире он был революционный брат." И я на этом революции забыла. . я ничего не знаю". Единственное, что я смогу достичь. Я никогда не сказала, что я завидел в Алиеве. Я сказал, что мне не молился. Но я сказал, что он не очень рад, что он сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы не знали, что мы были в Баге, мы были в Баге, мы были вместе с 5 уроками. Мы с вами говорили, что мы были в Баге, мы не знали, что мы были в Баге. Когда мы говорим, что гайлы не были, не были. Гайлы не были. Гайлы не были. Гайлы не было. Гайлы не было. Гайлы не было. Поэтому мы с вами оставляем. Но я должен рассказать, что гайлы не было. Я не знаю, что русские в основном были большей численности в составе азербайджанских войск. Наемниками. Тем не менее, Азербайджан в интернете, у себя на телевидении, говорит, что якобы воевали за Карабах не армяне, а русские. Я понимаю, что смешно. Как вы это прокомментируете? Я сейчас говорю, что я не могу. Я не могу сказать. Я думаю, что не могу. Но я не могу. Я не могу. Русские группы, афганические муджахиды, туркицы Кац, Камалура, Шамиль Басаев, Зилейман Джандарбайев. В принципе они там все хорошую практику у них получили в Азербайджане, потом и пошла и Чечня и все остальное. Да, даже я помню один прекрасный, под конец войны подрядный вершин. Для техники и духовно. Можно рассматривать. В общем я тоже говорю. Но я не знаю, что в Азербайджане級 я не знаю, что в Азербайджане было не так. Но это не так. Я знаю что в Азербайджане. Но я думаю, что в Турке было не так, что не было, но не было. Но я думаю, что в Адербайджане не было, что они не были. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 1956 году Я не знаю, что мы живем. У меня в Союзе-Нараде в Мурадея, который не был разумеющим. Но я не поднял его. Я не поднял его. Но если он не поднял его, то есть 21-й, а не поднял его. В Казаниан-Мианске он был в Казанистане, в Казанистане, и 22-40 км. Но в принципе, эпопея продолжается, если брать то время и нынешнее время. Если сейчас, например, смотреть на внешнюю политику России, казалось бы, союз с Россией, ОДКБ, дружба, мир жвачка, как говорится, и в то же время продажа военной техники Азербайджану. Я хочу сказать, что в 1700-е годы, когда Пётр, в последнее время, когда Пётр, в последнее время, во время Русской политики, в первую очередь. Говорит, что мы не знаем, что в России не было ничего, но я не знаю. Русские с ним не было, но они не могли, но не было ничего. И вот у меня есть три года, который был в Казахстане, в том числе, в 2014-2015 году. А Русские войны не было как раз, но это не было. Я не хочу сказать, что я не буду. Мы любим Рахита. Это странная политика. Есть, конечно, которые очень хорошо относятся к Армянам. Таких русских народов очень много. Очень много. Но, к сожалению, такая политика пока. В Армении тоже не вся политика хороша сейчас. В Санкт-Петербурге, что вы знаете, что я истинный, что я истинный, в 1701 году, не знаю, что это было. Он был в 1828 году, не был в 1829 году. Он был в 1829 году, когда получал его в 1829 году. Вы говорите о том, что вы сидели в тюрьме в шуши. Можете рассказать, как это случилось, как вы туда попали? Я не могу, чтобы вы подумали, что я был в шуши. В шуши был 5 гюл, который был в Каурабах и в Каурабах. На самом деле, Неркел был Кубатли, Тимат был Лачин, Тигун был в шуши. Поэтому 5 гюл были в Ерусакан, который был в Бахко-Мазаду. Я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Он не знал, что я не знал, гдеmass ? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Дай-дай! И тут, в 1-й рак, до 5, что ты просил меня, он не просил меня! В почерну я не вспомнил меня. Так нанесет 1 рак, это ещё 1-й рак, и опять же 2-й рак и рак, мы воспринимаем автоматом, и мы все вместе с нами, но я не знаю, Я не знаю, что я не могу. Но я не знаю, почему. Я не знаю, что это всё. Но я не знаю, что это всё. Потому что, когда мы ходили, мы были в нем. Поэтому мы были в земле, и мы были в земле. Там не было. Сейчас мы тяжеем, прямая большая работа. Но первое дело мое, Чжан и на небе. В зате душе ушло, у нас нет, чтобы у нас был на небе, ко мне пришли. И я был в зане, что мы поем, И вот как это было. Мы поедим что-то, Мы не мешаем. Мы не хотим, но я не думаю. Но когда мы у нас. И как у нас было, Звучит музыка. Он был в России, в России, в Турке. Он был в России, в России. Как это было? Он сказал, что один из них был. Если вы говорите, я не могу. Он сказал, что я не могу. Я не могу. Я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что у меня есть два стихи. Ты не знал, что ты не знал, что ты не знал. Я знал, что я знал, что я знал, что ты не знал. ant постель что мне знал, что я знал, что почему что брак я. Я знаю, я знаю. А я знал, что я знаю. Вы слышите, что это. Что я знал, что я знал, что меня вернулся. Тогда я знал, что я знал, что я знал, что я знал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой еще будет вопрос, опять же, касаемо интернета. Очень популярно сейчас и широко распространилось ваше высказывание, по-моему, в НГУ о кавказцах и армянах. Оно очень популярно в интернете. Было очень много высказываний после этого и положительных, и отрицательных. Вы, наверное, слышали, что есть армяне, которые там ассоциируют себя с кавказцами, одевают черкесские, танцуют лизгиньки. Это популярно очень сейчас в России и среди армян, и среди других национальностей. Сейчас я хочу попросить нашего коллегу, чтобы он вам зачитал вот эти комментарии. Наверное, вам будет интересно слышать, если можно. Конкретно зачитывать, наверное, не стоит. В целом, в принципе, Вадим уже сформулировал вопрос. Он заключается в том, что ваши слова интерпретируются так, будто бы вы на самом деле не считаете армян кавказцами, а та фраза, которую вы использовали в интервью, она говорит о том, что армянам не стоит мимикрировать под инородное общество. Иными словами, как уже Вадим сказал, в интернете очень развернута эта борьба за то, что какая-то часть, группа людей считает, что Армения – это кавказцы и культурно связан с регионом Кавказа. То есть это и Кавказье, которое современно в наших дни называется и Южным Кавказом, и Северным Кавказом. И наоборот, люди, которые считают, что армянская культура и армянская самоидентичность – это все-таки нечто отличное от Кавказских народов. Ваше мнение, вот это интервью, которое вы дали в Москве, оно все-таки о чем? Потому что, теперь, во любом случае, я не уникальному, Я не против меня. Тут был главным нег男. Почему? Когда я иным дня, я не против начинаю, что the key point is Genele? Я очень виноват, когда я сниму «опотмушевым». Я спросил меня, что hältcznie сказал « emerged from a nationality, что у меня каждый человек, каждый человек из моего папы — он сказал, что его папа и папы — он сказал, который был виноват в этом роде, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok